Добрый день, друзья! Сегодня мы находимся в лаборатории компании Везувий, где на тесте у нас будет присутствовать печь Эверест F12. Вес печи 136 килограмм, чистого чугуна. Габариты печи поражают. Печка довольно-таки большая и внушительная. По ширине 730 миллиметров. Высота печи 760. По глубине печка занимает 400. Самое важное, это большая внушительная топочная камера с жиклерной системой. Габариты топочной камеры 320 миллиметров по глубине и 600 миллиметров по ширине. Влезут большие поленья. Погнали! Сейчас мы приступим к тесту печи, будем ее затапливать. Находимся мы в лаборатории, еще раз повторюсь. Лаборатория вся выполнена из кирпича, скорее всего, пустотелого. Тут довольно-таки прохладно, даже насморк уже появился, поэтому хотим печку протопить как можно быстрее. Температура самой печи на данный момент 15 градусов, дымоход 15 градусов, температура стен 15, 15. И радиаторы, которые устанавливаются для отопления, они работают, имеют ту же самую температуру 14 градусов. То, что касается пола, под которым находится вода, 14 градусов у нас пол. Заложили дрова по уму. Вниз большее поленья, и чем выше к отбойнику, тем меньше. Для того, чтобы было меньше сопротивления в дымоходе, и чтобы дым был беспрепятственный уход в атмосферу. Используем мы калиброванные березовые дрова, сухостой, сухие дровишки. Теперь приступаем к запуску. Разжигаем всегда сверху. Не забывайте открывать задвижку, отдувать нижнее поддувало для того, чтобы у вас работал прибор. И первое время дверку можете оставлять открытой для того, чтобы больший объем воздуха поступал в камеру сгорания. Обратите внимание, разожгли сверху, дрова уже разгорелись, никакого дыма не уходит в обратку. Если бы мы поджигали бы снизу, все было бы в дыму. На первую минуту можно оставить, дать форсированное горение, потом перекрыть. После первой протопки печи замерим температуры, но на корпусе печи, на дымоходе. Боковая стенка 139 градусов на данный момент. Верхняя покрывная плита разогрелась уже до 240 градусов. Дымоход под шибером имеет температуру 170 градусов. Задняя стенка над жиклёрным и за отбойником 155 градусов. Под колосником 58 градусов. Сама жиклёрная система нагрелась до 105 градусов. Под самой печкой температура всего 21 градус. Регулировки управления на ручке дверцы 38 градусов. Да, это так. Регулировка верхнего горения и подачи воздуха на стекло 110. Поддув через колосник всего 25 градусов. Отличный тест, продолжаем работать. Можно ещё добавить пару поленьев и продолжить тест. Ручка ещё терпима. Подсос воздуха. Загружаем. Немножко расширудим дрова. И добавим. Топим дальше. Ну что ж, прошло уже 45 минут от начала теста. Снимем ещё одни показания. Смотрим, что у нас на верхней плите покровной. 280 градусов верхняя плита. Боковая стенка 245 градусов. Задняя стенка верхней части за отбойником 240. Жиклёры 213 градусов. Под колосником 167 градусов. Под самой печкой температура составляет 40 градусов. Регулировки. Верхняя часть подачи воздуха на стекло 145. Ручка нагрелась уже до 80 градусов. Подача воздуха через колосник 42 градуса. Температура на дымоходе под шибером 180 градусов. Отличный результат. Предлагаю подбросить дров. Буду использовать специальные перчатки. Ручка имеет высокую температуру, чтобы не обжечься. И пора уже расширудить поленья по камере. Отсос. Открыли. Огромная топка, конечно, вместительная. Но загружать полностью я её не буду. Это неправильно. Подкладываем ещё три олешка берёзовых. Прямо на уголёчке. И продолжаем тест печи. Прошёл уже один час. Как видите, я уже снял кофту. Мне довольно-таки жарко находиться вокруг печи. И само помещение начало хорошо прогреваться. Давайте посмотрим показания на самой печи. Температура верхней покрывной плиты у нас 334 градуса. Боковая стенка нагрелась до температуры 314 градусов. Задняя стенка за отбойником 277 градусов. Жиклёрная система 245 градусов. Нижняя часть подклоснеповая 220 градусов. Температура под печкой 53 градуса. Регулировки подачи воздуха на стекло 160. Ручка 98 градусов. Подача воздуха через колосник 160 градусов. Температура дымохода 200 градусов. Под шибером. При этом на сэндвиче 65 градусов. Еще парочку полиниев мы подложим. И продолжим тестировать печку. После чего перейдем в режим теста. Смотреть, как работают жиклёры. Какая газоплотность самой печи. Вполне достаточно. Подведем промежуточный итог. Прошло уже 75 минут от начала топки печи. Очень комфортно. Мне сейчас находиться тепло. Мой нос прошел. Снимем параметры на самой печи. Что произошло? Верхняя покрывная плита имеет температуру 305 градусов. Боковая стенка имеет температуру 310 градусов. Задняя стенка над отбойником 275 градусов. Жиклёрная система нагрелась до 250 градусов. Под колосником 200 градусов. Температура под самой печкой сейчас составляет 70 градусов. Регуляторы. Верхняя подача воздуха 169 градусов. Подача воздуха на колосник 71 градус. Ручка имеет температуру 105 градусов. Предлагаю посмотреть температуру на стенах. Что у нас получилось спустя 75 минут. Температура противоположной стенки кирпичной 30 градусов. Температура за печью здесь порядка метра 53 градуса. Потолок на 4 метрах составляет 33 градуса. Температура пола 27 градусов. На противоположной стенке примерно 2 метра находится деревянный каркас. Температура на дереве 30 градусов. Более теплоёмкая. Отличные параметры. Посмотрим, что у нас с дымоходом вышло. 75 минут работы прибора. 196 градусов. Это отличный результат. Такие уже крупные угольки прогорели. Остаётся пепел. Дадим дровам разгореться. Очень быстро с углей разгораются. После чего перекроем подачу воздуха. Всё, дрова схватились. Убираем низ. Вверх. Ну и можно чуть-чуть перекрыть подачу воздуха. Так как печь подключена с 150 на 200 диаметр, здесь есть избыточная тяга. Мы регулируем её шибером, но уже эмпирическим путём. Всё. Замеряем время тления. Посмотрим, сколько будет по факту. Прошёл ровно один час после того, как мы сделали закладку из пяти таких поленьев. Результат вы видите. Дрова прогорели. Сейчас мы снимем температуру на стенках печи. После чего оставим её остывать. И посмотрим, сколько эти 136 килограмм веса будут отдавать тепло. Верхняя покрывная плита 189 градусов. Боковая стенка 226 градусов. Задняя стенка за дефлектором 182 градуса. Жиклёр 182 градуса. Низ под 180 градусов. Печка равномерно разогрелась. Температура на дымоходе под шибером 100 градусов. Шикарно. Температура под печкой 75 градусов. Регулятор ручка 95 градусов. Подача воздуха через колосник 77. Подача воздуха на стекло 140 градусов. Отличный результат. Думаю, на этом тест мы и закончим. Стекло, если обратите внимание, не закоптилось. Оно абсолютно чистое. Оставляем как есть. И посмотрим, насколько хватит массы чугуна и онертности по времени. Завтра снимем замер. Сегодня второй день теста печи Эверест F12. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Подведём итоги. Добрый день. Вчера мы гоняли печку в течение 5 часов. Замеряли все температуры на печи. На выходе из дымохода. Пользовались регулировками, насколько это было практично или нет. Перекрывали подачу воздуха. Смотрели, как работает джеклер. Обо всём этом сейчас будем вам потихоньку рассказывать. Сейчас подробнее расскажем. Температура в помещении у нас была начальная плюс 15 градусов. Помещение у нас представляет из себя кирпичное пространство. 42 квадратных метра. Высота потолков 4 метра. Стены без утепления. Есть два больших окна ещё теплопотеря. Бетонный потолок, бетонный пол. Довольно-таки прохладно даже сейчас здесь находиться. Объём этого помещения 168 кубических метров. С учётом вот этих теплопотерь мы закладываем погрешность плюс 50%. Итого у нас получается 168 умножить на полтора 250 кубов. То есть для отопления такого помещения делим на 20. Нам нужно 12,6 киловатт. Что, собственно, и выдаёт вот эта печка. Действительно, в режиме поддержания температуры нам понадобилось сделать только одну закладку в час. Температура на корпусе печи упала где-то в среднем на 70-80 градусов. При этом температура на дымоходе достигла всего 200 градусов. Когда мы перевели печку в режим длительного горения, температура была в районе 100 градусов. Это отличный показатель. Для нас вообще было, если честно, удивительно увидеть такую низкую температуру. Потому что, как правило, в отечественном печестроении печи прямоточные. И температура на патрубке дымохода достигает температуры свыше 300, где-то и свыше 400 градусов. Что идёт в разрез... Даже с нормами пожарной безопасности. С нормами, да. В интенсивном режиме температура под печью составляла 75 градусов. В номинальном режиме всего 50. Но даже при таких температурах пол необходимо изолировать. Нам важно было понять, сколько же работает печь на одной закладке дров. Мы сделали два теста и убедились, что каждая закладка равна 1 часу работы прибора. После чего образуются угли, с которых ещё можно разжечь дрова. При этом температура самой печи сохранялась на прежнем уровне. После чего мы решили печку не топить. И посмотреть, сколько же она будет остывать. Так имеет массу 136 килограмм чгуна. Тест мы этот провели, и оказалось, что через 2 часа температура в самом помещении, температура корпуса начала понижаться. Мы замерили корпус печи, она достигла 70 градусов. Это то значение, при котором печь не способна поддерживать за одну температуру. При работе печи в интенсивном режиме нам понадобилось сделать 3 закладки дров для достижения комфортной температуры в помещении. Далее, в режиме поддержания температуры нам понадобилось сделать по одной закладке дров в течение каждого часа. Совокупно печь обогревала помещение 5 часов. И для этого нам потребовалось использовать 16 килограмм дров. Мне очень понравилось качество литья. Оно очень гладкое, приятное на ощупь. Нигде не видно дефектов, каких-то сколов, рытвин, раковин. Всё очень достойно и приятно. Предварительно до теста нам сообщили о том, что литьё это поставляется нам из Евросоюза. Не сказали откуда. Но тут становится всё очевидно. Достаточно открыть дверь, и мы видим надпись на очень известном европейском языке про очень известную европейскую страну. После теста печи я обратил внимание, что краска осталась в прекрасном состоянии, не запузырилась, не покрылась рытвинами, нигде не облезла, нигде не соскочила, нет сколов. Как раз европейской краской, при этом при приючной протопке запах минимальный при прокаливании печи. Ещё мы обратили внимание на такую деталь, что при загрузке дров в камеру сгорания интуитивно открываешь дверцу в сторону стекла. При этом дверца не открывается. На наш взгляд, правильнее сделать стопор, чтобы у человека не возникало искушения открывать другую сторону, а он открывал сразу правильно. В конструкции печи примено интересное решение. Это четыре шпильки, которые стягивают между собой подпечи и верхнюю покрывную плиту. Эти шпильки позволяют сохранить геометрию печи даже при её перегреве. Во время теста печи мы наблюдали за стеклом. Оно сохранило свою прозрачность даже в режиме длительного горения. Единственное, в некоторых местах есть небольшая засаженность, но она легко убирается. Ну что, Артём, как тебе в целом печка? Хороший был тест, посмотрели все параметры. И учитывая то, что это самая недорогая печь в классе чугуна, результаты очень хорошие. Ну, мы увидели некоторые детские болячки, которые, по сути, не критичны для бытового использования. Очень надеемся, что наше замечание производитель учтёт и как-то оперативно это устранит. Действительно, болячки детские несерьёзные, их можно устранить. Я надеюсь, что завод прислушается к нашим выводам и будем ждать на новый тест. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!